Российская феминистка Моя книга называется «Жизнь по ту сторону правосудия». Она о женской тюрьме, о том, что представляет собой в действительности большинство российских полицейских, какими методами добиваются признательные показания. Есть в книге описания пыток, в том числе и тех, которые применялись и ко мне. Она также о жизни в женской тюрьме, о том, какие порядки там установлены, как выжить и как жить в женской тюрьме, и как бороться за свою свободу даже в таких условиях, и как сохранить свою личность. Она написана на личном опыте. Восемь месяцев я провела в СИЗО «Печальники» в результате сфабрикованного уголовного дела, который сфабриковали для того, чтобы отстранить меня с выборов Московского городского дома. Что касается целевой аудитории, то ограничение одно – 18+. Это книга для всех – для мужчин и женщин. Несмотря на то, что она описана в основном в женскую тюрьму, она будет интересна всем, потому что там идет речь о том, какие методы используют полицейские, чтобы выбить показания, и там включены воспоминания, в том числе заключенных мужчин и тех, которые сейчас находятся на зоне, но имеют доступ к Фейсбуку. Это может коснуться каждого. И людей, которые думают, что тюрьма их никогда не коснется, их близкие, очень жестоко ошибаются. Последний пример с директором украинской библиотеки, которую сначала хотели заключить под стражу, а потом смилостивились и отпустили под домашний арест. Причем женщина очень лояльна власти, как оказалось. Это обычный донос бывшего сотрудника с использованием действующей политической ситуации, и на человека повесили серьезное обвинение. Поэтому эту книгу надо читать всем. Ну, конечно, 18+, это ограничение, которое установлено в законодательство, но уже и подросткам надо знать, что может быть с ним в полиции. Но, к сожалению, я это рекомендовать не могу. Купить ее можно, вот я думаю, сейчас мы будем разговаривать с вспомогательным Циолковским. Можно купить у меня, и в ближайшее время я сообщу, где ее можно купить. В ближайшее время тираж будет у меня. Продолжение следует...